Всем привет, друзья! С вами Рина Корнева. Сегодня мы с вами приехали в место, про которое я как-то рассказывала в одном из своих выпусков. Я говорила, что у нас появилась новая банкетная площадка, которая свободна на многие даты лета, и где можно сделать потрясающе красивую свадьбу. Расскажу, где можно сделать церемонию, где можно сделать съемку утроневесты даже, где можно сделать банкет и все-все-все остальное. Вот сейчас, на текущий момент, мы монтируем место для церемонии, так как здесь есть очень красивая большая лестница, у нас есть возможность сделать, ну, прям вот так масштабненько, прям вот так вот интересненько. И мы решили, что церемония наших ребят сегодня пройдет именно здесь, именно вот в этом месте. В принципе, здесь достаточно большое количество мест, где можно было бы провести церемонию, но мы решили пойти вот в эту сторону и сделать церемонию ребятам вот тут. Вот как раз-таки у нас уже начались сборы нашей невесты, она уже вовсю ее соберет. Ты уже локоны, что ли, крутила? А когда ты успела, вот мне скажи, Екатерина Мороз, что такое? Когда она успела все это сделать? Невеста красотка у нас ждет, а жених, смотрите, ждет, ждет. А уже никогда должны быть отдельные сборы, между прочим, в бильярдной. Итак, друзья мои, мы сейчас с вами находимся с внешней стороны здания, это белоснежное здание, историческое, красивое. То есть это такой особняк большой, куда можно прийти и сделать мероприятие. Сейчас стоит большое количество машин, но здесь можно освободить весь внутренний дворик и сделать в том числе и встречу молодоженов. И здесь можно также разместить какую-то мебель, сделать такой уютный уголочек, где молодожены могут посидеть и гости могут посидеть. И даже можно сделать на улице небольшой фуршетик, потому что здесь рядом природа, здесь рядом есть лесочек. Честно, я не видела в Москве, в Подмосковье такого рельефа, который увидела здесь. Для меня прям это было супер-супер удивительно. Смотрите, какой рельеф, ребята. Я просто когда это увидела, я приехала сюда, была такая глубокая зима, когда я сюда приехала и увидела этот рельеф. У меня аж дух захватил. Вот я не знаю, видно ли это. Кстати, теперь дерево упало. Это дерево нужно будет убрать. У меня аж дух захватило от вот этого вот всего, от этой картинки. То есть здесь прям такая высота приличная. Здесь, конечно, можно такие наикрутейшие фотографии сделать. Можно и церемонию, кстати, тоже здесь где-то нам там перед оврагом сделать, на склоне. Это будет, конечно, прям супер-красиво, супер-необычно. А вот там, вот за мостиком, кстати, вот за этим, там лесочек. И можно туда тоже сходить и пофотографироваться в лесочке. То есть он такой хвойный, но тем не менее, если реально хочется фотосессии где-то на природе, потому что я частенько слышу от молодоженов, что мне хочется, чтобы фотосессия была на природе. В общем-то это можно сделать. Одно дело просто приехать в банкетный зал где-то, да, и рядом дорога там какая-то, еще что-то. А другое дело, когда ты приезжаешь и ты видишь вот такую красоту, делаешь фотосессию, а потом идешь в классический красивый банкетный зал и делаешь классическую красивую свадьбу. Мы, кстати, вот разговаривали с Машей и обсуждали, что нам нужно сделать декор еще от этого мостика и обязательно сделать фотосессию еще и для невесты на этом мостике. Потому что это будет, конечно, уникальная история совершенно. Так что, если вам хочется стать той самой невестой, которая хочет декор этого мостика и фотосессию здесь, то обязательно пишите все и сделаем. Начнем с того, что у нас там в конце стоит большая вот такая большая конструкция. Эта конструкция, она сейчас немножко поменяет свое местоположение. Мы ее соединим и, знаете, уголочком сделаем. То есть она у нас будет такое завершение. Это, знаете, как дорога в прекрасное светлое будущее. То есть это будет такое, знаете, завершение всей вот этой композиции масштабной, которую мы здесь пытаемся сделать. В течение нашего вот этого всего времени подготовки у нас менялась концепция, менялась история, что мы хотим сделать. Но в итоге мы пришли к тому, что у нас такое, знаете, как будто бы заросло, заросло, заросло. Сейчас мы немножко внесем корректировки относительно зелени, которая здесь разбросана. У нас появятся свечи. Фузетта. Фузетта. Фузетта, Фузетта. Ну, конечно, мы в таком месте легендарном находимся. Фузетта должна быть. Ребят, мы с вами заходим в основной зал. Вот такой он. Мне кажется, действительно, он очень свадебный, очень светлый, очень симпатичный. И он очень хорошо подходит под любую, в общем-то, задумку классической свадьбы, абсолютно под любую задумку. Это действительно рояль с историей. И мы решили сделать вот такую фуршетную линию на этом рояле. То есть можно, в общем-то, играть и периодически у канабашечки кушать. На каждом столике салфеточка вот с такой вот брошечкой. За счет того, что в зале есть свет, стекло очень красиво подсвечено, и вот эти брошечки, они очень здорово сверкают на свету. Ну и, помимо всего прочего, еще красиво сверкают и стульчики, потому что есть световые приборы. Здесь есть люстры, которые, как сказали декораторы, очень комфортны для декора, потому что здесь очень удобно прикреплять декор к этим люстрам. И здесь есть второй смежный зал. Я вот сейчас закрываю как раз дверь в этот второй смежный зал. То есть в любой момент можно уйти в этот второй смежный зал для того, чтобы передохнуть. Там зал, кстати, со сцены, и можно в этом втором смежном зале делать там выступление кавер-группы, если у вас большое какое-то мероприятие, да. Либо просто использовать его как фуршет. Вот сегодня мы использовали в этом зале рояль в формате фуршета, но второй смежный зал спокойно можно использовать для этого. Далее. Здесь очень большие потолки, высокие. Вы знаете, многие организаторы, которые смотрят это видео, сейчас со мной согласятся, что для организаторов очень важно, чтобы был высокий потолок. Шел четвертый час монтажа, и мы устанавливали четырехметровую арку за президиумом. В президиум можно поставить, по сути, куда угодно. Можно поставить вот сюда президиум, да, как он здесь сейчас стоит. Можно поставить президиум вон туда, за моей спиной. Вот там вот он может стоять, и, по сути, столы тогда у нас будут в ту сторону, и там с той стороны, где сейчас у нас стоит рояль, там может выступать кавер-группа или выступать, там просто работать диджей, да, без проблем. Ну, человек 50-60 можно посадить, это будет достаточно комфортно. Сейчас у нас здесь четыре стола стоит, но мы можем спокойно поставить пятый стол, можем поставить и шестой стол, если убрать рояль, да. То есть 60 человек комфортно может здесь сесть, при условии, что вот у нас еще остается место для танцпола. Я хочу сказать вам еще одно супер-классное преимущество, которое здесь есть, это то, что здесь есть выход на веранду. Сейчас не буду выходить, потому что там просто холодно, но вообще здесь есть выход на веранду, и можно спокойно выйти, спокойно поставить диванчики, да, и можно отдыхать вечером, сидеть на этих диванчиках, расслабляться, пить коктейльчики. Ну, в общем-то, реально классно проводить время после мероприятия, когда мероприятие уже закончится. Вот за счет того, что здесь есть такие арочные своды, можно церемонию даже в зале делать. Я знаю, что есть площадки, где специально делают искусственные такие арочные своды для того, чтобы обыграть эти арочные своды, оформить каждый свод, чтобы было ощущение такого масштабного задника. А здесь по факту вот эти все арочные своды, они есть, и это можно использовать. За счет того, что здесь классический зал с золотыми акцентами, можно просто поставить какие-то минимальные композиции, да, небольшие. Вот как здесь у нас сейчас стоят и высокие композиции, и небольшие композиции. А если бы потолок был там 5, 6, 10 метров, то однозначно должны были быть высокие композиции. Но так как здесь потолок там 4 с лишним метра, то композиции могут быть и небольшие, они не будут казаться там какими-то супер крошечными, да, как бывает в шатрах, что шатюр огромный, и вот маленькую композицию поставил, и кажется, что она какая-то супер крошечная. Здесь нет, здесь можно любой декор абсолютно использовать, и это очень здорово. Здесь есть еще один зал, сегодня у нас это технический зал, поэтому не обращайте особо внимания на него. Здесь много барахла валяется, в общем-то его можно в дальнейшем использовать как большую гримерку, как технический зал, как у нас сегодня, в общем-то, и происходит. Но здесь крутая, крутое преимущество, то что здесь есть своя сцена, и рядом примыкает гримерка. То есть, если хочется, можно сделать здесь мероприятие, поставить здесь же президентный стол, и здесь может выступать кавер-группа, и выходить сразу же на сцену из гримерки может кавер-группа. Ну, то есть спокойно можно использовать этот зал, можно использовать соседний зал, но мне просто кажется, по секретику вам хочу сказать, что вот тот зал, в котором мы сейчас, да, в белоснежном зале, он все-таки больше подходит под свадебную тематику, он более такой классический, более симпатичный. Вот напишите мне в комментариях, вы со мной согласны, или Ахунтик, ты со мной согласен, конечно, да, конечно, да, конечно. Вот напишите в комментариях, согласны или нет, считаете ли вы, что этот зал все-таки более такой свадебный, и что стоит для мероприятия выбирать именно вот этот светленький, симпатичный зал. Так, друзья мои, я не отпускаю никак нашего главного стилиста, главную девушку по красоте. Где свет у нас? Расскажи мне, пожалуйста, почему ты выбрала такой стиль сегодня для вашей сцены? Вот, на самом деле, это была очень такая интересная, классная задача, потому что, с одной стороны, у нас был достаточно такой объемный декор, и не хотелось дополнительно перегружать его в этом и невесту. Но когда, опять же, такой яркий декор, и его много, важно, чтобы невеста, в принципе, не потерялась в этом, поэтому нужно было найти такую золотую серединку, мне кажется, понравилось. Очень естественно получилось, реально получилось, прям такая естественная, такие локоны естественные. У нас сегодня была такая, знаешь, непростая задача, я сейчас объясню ребятам, кто смотрит это видео, у невесты была принципиальная позиция, расскажи вот про нее, и расскажи, как ты нашла выход из этой ситуации, использовала ли ты что-нибудь, какой-то косметик? Да, расскажи, да, расскажи. А у невесты была достаточно, только был нюанс схожий, и она решила, что тон будет наносить самостоятельно себе на кожу, мы пришли на такой уступок, скажем. Но все равно, в любом случае, очень большое есть отличие, когда это делают лизушисты, когда это делает человек сам по себе, поэтому пришлось применить какие-то маленькие секретики. И все равно, что-то припрыгнуло что-то где-то, да? Где-то что-то добавить, свое, но в итоге невеста стала довольна, с кожей все отлично, все хорошо, главное, чтобы правильно, чисто, четко работать, чтобы все остались довольны. Ну, то есть, в принципе, может быть такое, что невеста сама там себе что-то нанесла, а потом она пришла к стилисту, и стилист там что-то дополнил, да? Ну, конечно, если человеку так комфортно, почему мы не можем это сделать по-другому ступке? Кто-то любит самостоятельно прокрашивать ресницы, пожалуйста. Да. Ну, может, кому-то некомфортно, когда в глаз с кисточкой лезут. Да? Я думала, так у нас миллион нюансов, а у них еще миллион нюансов. Нет, просто вам об этом не говорим. Ну, видимо, пора начать. Скажи, пожалуйста, ты в какой момент решила, какой образ будет у невесты? Когда увидела декор или когда у тебя была там картиночка платья? Для меня очень важно, чтобы видеть общий концепт мероприятия. Платье сейчас недостаточно. Платье может быть в одном стиле, само мероприятие может быть в другом. Поэтому важно, чтобы придерживаться общей концепции. Я всегда спрашиваю букет, как выглядит декор, какая в целом станок, как, чтобы адаптировать образ, уже полноценно адаптировать. То есть недостаточно просто понять, что лес находится просто локоны. Важно понять, какие именно локоны. Объемные, необъемные, классические, голливудские. Их очень много. А сегодня какие у нас невесты? Сегодня были объемная, голливудская, но не классическая волна. Четвертая лета. Локоны. Да. Ну, как я объяснила, друзья, важно было писать свой концепт, чтобы она и не потерялась, и не перезагрузить ее, не перегрузить, точнее, чтобы это еще не утяжелялось, не добавляло возраст к невесту. А чтобы она такая легкая и воздушная. Какая ты молодец. Спасибо тебе большое за то, что откликнулась, помогла и сделала из наших мест. Спасибо. Рад, рад. Спасибо. Сера, Катюша. Почему ты не предупредила, что это будет интервью? Безграничные возможности по проведению выездной регистрации. В абсолютном безграничные возможности. То есть, если оглядеться вокруг, мы сразу же видим большую шикарную лестницу. Смотрите, она уходит вон туда, в разные стороны. И первая локация, где можно сделать регистрацию, это вот как сегодня обыграно, можно сделать регистрацию вот здесь, прямо на лестнице. Она прям просится сюда. Давай, давайте походим, спускаемся, доходим вот до этой площадочки и останавливаемся. И берем, беремся за руки и смотрим друг на другу. Ок, погнали. А здесь же можно построить сразу стульчики, все это обыграть. И мы сегодня, заметьте, сразу же поставили сюда выездной бар. У нас гости заходят, могут угоститься коктейльчиком. И после этого уже присесть на стульчике с коктейльчиком и ожидать, пока начнется выездная регистрация. Там у нас команда, которая сидит и ожидает начала программы. Ее мы показывать не будем вам. Смотрите, здесь вот такой вот большой зал. И в этом зале тоже можно делать церемонию абсолютно легко. Посмотрите вот в ту сторону. Вот посмотрите, сейчас здесь понятно, что бардак. Но если посмотреть в ту сторону, церемонию можно сделать вот здесь. Если посмотреть вот в ту сторону, церемонию можно сделать вот здесь. Ну, опять же, между вот этими вот колоннами спокойно можно делать регистрацию. Возможности безграничные за счет того, что здесь высокий потолок, за счет того, что здесь можно декорировать как угодно, за счет того, что здесь такие нейтральные оттенки, возможности достаточно большие. Помимо того зала, где у нас сегодня будет проходить основное мероприятие, здесь еще большое количество залов, которые можно использовать. Вот, например, зал с огромным столом. То есть стол уже стоит, да, вам не нужно привозить никакие столы, ничего дополнительного. Стол стоит, можно использовать этот стол, опять же, сделать на декор такой, знаете, посередине цветы поставить, свечи. И, ну, тоже, в общем-то, создать достаточно красивую, такую интересную картинку в этом зале со столом. Есть еще один зал, который можно использовать как гримерку, можно использовать как место для фотосессии, можно использовать как место сборов и так далее. То есть здесь залов достаточно много, и по факту реально ребята, когда берут, да, эту площадку, они получают сразу огромное количество залов. То есть это не так, что ты пришел, и там пять свадеб на этой площадке, и ты такой, ну, вот тебе вот дали вот эту вот комнатушку, вот ты вот из этой комнатушки выходить не можешь. Здесь нет, здесь полностью в вашем, получается, распоряжении. Вы можете пользоваться любым залом, это суперудобно, суперкомфортно. Хохочут они тут, поженились, главное, теперь хохочут сидят. Посмотрите-ка, красавчики. Теперь там мужина, теперь весело. Кстати, платье сегодня для невесты специально шила дизайнер. Специально, она нарисовала это платье, скинула нам в чат, говорит, смотрите, хорошо будет, если вот так мы говорим, классно. Основной может быть любой из тех залов, которые мы сейчас с вами посмотрели. То есть если вы понимаете, что вам по стилю подходит другой зал, вообще не проблема, да, вы можете сделать мероприятие в любом зале. Но нам кажется, что такой наиболее подходящий под свадебную тематику, это тот зал, где сегодня у нас будет основное мероприятие. Смотрите, здесь тоже много разных залов. Вот здесь как раз-таки выход на сцену, как я говорила. Здесь есть туалет, а здесь ребята уже вовсю рубятся. Вот к вопросу о том, где сделать сбор жениха, да, то есть покойный может сделать сбор жениха вот здесь. То есть свой, своя бильярдная. А тогда, я понимаю, серьезный мужской подход к делу, да. Есть еще одна зона, это библиотека, но ее также можно использовать как гримерку. И также здесь есть, не будем снимать тряпочки, которые валяются, здесь есть выход тоже на террасу. И на этой террасе тоже можно прекрасно проводить время. Друзьяшечки мои, я очень жду от вас ответную реакцию. Я очень жду от вас пальчики вверх, да, я очень жду от вас комментарии под этим видео. Напишите мне, как вам вот эта обзорная экскурсия, которую я вам сегодня провела. Если хочется посмотреть этот зал, если хочется лично приехать, да, и чтобы я вам тут все показала, рассказала, сходила с вами на овраг, то с огромным удовольствием это сделаю. Приезжайте, напишите мне в телеграм-канал или ко мне просто в телеграм. Напишите мне в ВКонтакте, можете мне написать. Во все мои соцсети, которые есть, в инстаграм, который еще до сих пор работает. Найти меня очень легко. Ирина Корнева, Wedding Blog или просто Ирина Корнева Live. Напишите мне, я вам все покажу, расскажу, проведу. И обсудим с вами условия, которые, кстати, достаточно интересные для молодоженов 2022 года. Все, очень жду вас в гости. Корнева Ирина Корнева Ирина Корнева Ирина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова